Чтобы защитить населенные пункты Ишимского района, построили 12 километров насыпи, плюсом к существующим 7 километрам дамб. На дороге, которая ведет в деревню Большой Остров, караульные обнаружили, что заглушка в трубе не выдержала напора воды. На месте работает более 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпали площадку высотой 4 метра. Экскаватор выкладывает мешки с песком с внешней стороны насыпи, чтобы блокировать трубу. Сейчас пытаемся закрыть. Деревню Синицыно в выходные отрезало от Большой земли паводком. Оперативно решили перекопать дорогу, чтобы пропустить больший объем этого потока. Работа идет сутки напролет. Ночью Александр Моур осмотрел подготовку Ишимских дамб. Село Абадское тоже готовится встретить большую воду по расчетам «Волна придет к среде». При подготовке укреплений насыпи учитывают опыт Казанского района Ишима. Особое внимание федеральной трассе, которая связывает восток и запад нашей страны. Сегодня ночью глава региона вместе с дозорными прошел по Ишимской дамбе около полутора километров. Между пешеходным и автомобильным мостами вовремя заметили протечку. Курсанты Твику оперативно укрепили место мешками с песком. Ситуация сразу показала, кто и что. Александр Викторович. Ты куда? Нормально? Нет, все хорошо. Ребята, пока поговорили. Там следующий пост перейдите, так что все работает.